О плачевном состоянии дома номер 6 по улице Маршила Захарова мы рассказывали в патрульной службе в конце февраля. Напомним, это жилой многоквартирный дом 57-го года постройки. В прошлом году с жильцами дома в одностороннем порядке расторгло договор управляющей компанией. Люди остались один на один со своей бедой. Они расторгли втихаря, можно сказать, договор в одностороннем порядке. Бросили нас на произвол судьбы. Как хочешь, так вот. Мы уж и так сами по возможности весь ремонт берем на себя. В этих протекающих треснувших стенах заселены более 80 квартир. Все обои начали отваливаться. Плитка вот на потолке. Это и до самого отсюда вот это вот все. А до сюда вот пошло все. Стол, там вот с той стороны не посмотреть. Новый стол, он компьютер не стал, он сдыбился. Приближающиеся дожди – катастрофа для людей. Без зонта по лестнице пройти невозможно. Очень бы хотелось, чтобы власти города нас заметили. Мы все-таки не пустое место. Мы так же живем, так же дышим. Так же платим налоги все. И хочется нам жить, а не так вот доживать, как я. В начале марта после нашего репортажа в этот дом приехали представители Пролетарской районной прокуратуры города Твери и сотрудники жилищной инспекции. Проводится проверка, проверяются документы. О принятом решении мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы. В рамках празднования Дня Росгвардии сотрудники ОМОН «Барс» Управления Росгвардии по Тверской области провели урок мужества для учащихся росгвардейского класса школы номер 16 Твери. Занятия старшеклассников проходили в спецподразделении. Сотрудники рассказали о буднях отряда и разнообразии высших учебных заведений, по окончании которых можно поступить на службу в Росгвардию. Для гостей была организована выставка специальных средств, спецтехники и специального автотранспорта подразделения. Желающие примерили на себя защитную экипировку, которую используют специалисты Росгвардии. Отметим, что сотрудники военнослужащие Управления Росгвардии по Тверской области на постоянной основе взаимодействуют с преподавателями школ, активно участвуют в учебно-воспитательном процессе, профессиональной ориентации учащихся. Тем временем сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте в преддверии весенних каникул организовали для первоклассников средней школы номер 21 познавательно-профилактическую экскурсию. Ребята побывали в музее тверских железнодорожников, где им не только напомнили о безопасности на железной дороге, но и познакомили с историей отрасли. От инспектора отдела по делам несовершеннолетних школьники узнали, что подвижные игры на платформе категорически запрещены, а надетый капюшон и включенная в наушниках музыка влекут за собой трагические последствия. Дети отгадывали тематические загадки, участвовали в викторине. В самых рудированных вопросах личной безопасности отметили памятными подарками.